Скарлетт Йоханссон 9 Сын Карстена от первого брака, Кристиан и четверо общих наследников. Кроме Кристина, у Скарлетт был старший брат Эдриан и сестра Ванесса, а также брат-близнец Хантер. Назвали девочку в честь любимой родителями героини «Унесенных ветром» Скарлетта Харрой. Искусство было в чести в их доме, поэтому детей к миру прекрасного начали приобщать с юных лет. Однажды родители, прихватив всех малышей, отправились на рекламный кастинг, но режиссеру приглянулся лишь старший Эдриан. На кастинге Скарлетт Йоханссон впервые увидела съемочную площадку, камеру и сам процесс съемки. Увиденное ей так понравилось, что она решила стать артисткой. К счастью, мама поддержала малышку и когда ей исполнилось 8 лет, отвела на Манхэттен, в школу при знаменитом театральном университете Ли Страсберга. Там быстро оценили способную девочку и определили в группу для одаренных детей. Но и там юная актриса не задержалась. Спустя полгода педагоги поняли, что им нечем учить эту талантливую белокурую девочку. Поэтому опять перевели, но на этот раз в группу для взрослых. Новость о разводе родителей, которые всегда казались девочке надежной стемной, была воспринята Скарлетт Йоханссон болезненно. Рухнул миф о благополучной и дружной семье, которой она всегда так гордилась. Позже, когда она стала звездой, актриса не раз делилась воспоминаниями о пережитой боли. После развода родителей дочь жила на два города. Она то была у матери в Лос-Анджелесе, то проводила время у отца в родном Нью-Йорке. Школа актерского мастерства принесла результаты. Творческая биография Скарлетт Йоханссон началась в восьмилетнем возрасте. Девочка с блеском дебютировала в спектакле «Софистка». Спустя год она появилась в кино. Тогда в газетах написали, что девочка здорово смахивает на веселого диснеевского поросенка. Режиссер первой картины Скарлетт Йоханссон, Роб Райнер, позже поделился, что был немало удивлен серьезным подходом девятилетней девочки к работе. Вживаясь в свою роль в картине «Норд», она напомнила взрослую женщину, у которой за спиной немало игру с пережитого. Иногда Райнеру казалось, что перед ним не девочка, а дама средних лет, чуть придирчивая, требовательная и разуверившаяся в жизни. Возможно, быстро повзрослеть Скарлетт заставил развод родителей. Первая заметная роль была сыграна артисткой в 96-м году, когда ей исполнилось 11 лет. В фильме «Мэнни Ло» она сыграла героиню Аманду. Через год вышла картина «Заклинать о лошадей» с ее участием. За работу в первом фильме Скарлетт Йоханссон была награждена премией «Independent Spirit Awards». А второй проект принес ей широкую известность в Америке. Это трогательная картина о девочке, из-за несчастного случая потерявшей ногу. 13-летняя Скарлетт сыграла настолько проникновенно, что ее мастерством восхитился сам Роберт Редфорд, с которым она работала на съемочной площадке. Он, как и ранее Райнер, был поражен зрелостью характера и взрослостью совсем юной девочки. Драма «Заклинать о лошадей» подвела черту под детским периодом кинобиографии Скарлетт Йоханссон. Затем были фильмы «Человек, которого не было», «Мир призраков» и еще несколько лент, которые хоть и не стали известными, но помогли юные артистки накопить опыт и мастерство. В 2001 году в таблоидах появилось фото 17-летней актрисы с музыкантом Джеком Антонов. Кажется, это первый роман звезды, о котором узнали журналисты, но он длился менее года. После выхода картины «Трудности перевода» Софии Копполой, вышедшей на большие экраны в 2003 году, Скарлетт Йоханссон проснулась известной на весь мир. Девушки вручили престижную премию «Бафта» и номинировали на целый ряд известных кинонаград. Это был переломный год в карьере американки. В этом же году Скарлетт Йоханссон получила вторую премию «Бафта» и номинацию «Золотой глобус» за лучшую драматическую роль в нашумевшем фильме «Девушка с жемчужной сережкой». Она мастерски перевоплотилась в служанку голландского художника Яна Вермеера. Третья номинация на «Золотой глобус» пришла к актрисе в 2004 году. Ее принес малобюджетный фильм «Любовная лихорадка». В этом же году Скарлетт Йоханссон на съемках «Черной орхидеи» познакомилась с коллегой Джошем Хартнеттом. Этот роман длился дольше – два года. С тех пор личная жизнь Скарлетт Йоханссон обсуждается в «Желтых» изданиях регулярно. Говорили о ее романтических отношениях с Бениссио Дель Торо и Джаредом Летто, хотя сама звезда эти связи не подтвердила. В 2005 году Скарлетт Йоханссон снялась в фантастическом боевике «Остров», который стал популярным, хотя его кассовые сборы оказались ниже ожидаемых. Примечательно, что режиссер Майкл Бэй предположил, что скромные сборы были получены из-за недостаточной известности актрисы. В Скарлетт же работа в картине запомнилась скандалом с Бэйем из-за разного видения постельной сцены. Тем не менее, фильм и сегодня с удовольствием смотрят зрители всего мира. За работу в драматическом триллере «Матч Пойнт», вышедшем в том же 2005, Скарлетт Йоханссон получила «Золотой глобус». Работа у великого Вуди Аллена сделала свое дело. Больше ни один режиссер не мог свалить провал своей картины на недостаточную известность актрисы. Йоханссон превратилась в звезду Голливуда. В середине 2007 года голливудская актриса познакомилась с канадским коллегой Райаном Рейнольдсом. Оба с первых произнесенных слов поняли, что их встреча не случайна и будет иметь продолжение. Так и произошло. Спустя полгода Рейнольдс сделал любимое предложение. Осенью 2008 года они сыграли скромную свадьбу. После торжества молодожены поселились в уютном домике в Лос-Анджелесе. На протяжении двух лет под крышей их жилища царили любовь, взаимопонимание и гармония. Но потом оба начали понимать, что чувства постепенно остывают. Плотные графики работы двух звезд не совпадали. Видеться в стенах своего семейного гнездышка они могли все реже и реже. В конце концов, брак распался. В 2011 году после разрыва с Рейнольдсом, Скарлетт Йоханссон завела интрижку с Шоном Пеном. Она и не скрывала, что это и мамолетная связь ради исцеления душевных ран. А в 2012 году в средствах массовой информации заговорили о романе звезды с журналистом Роменом Дориаком. Пару познакомил мастер тату Фьюзи. Вопреки многим ожиданиям, эта связь оказалась прочной. Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак запланировали свадебную церемонию на январь 2014 года. Но торжество пришлось перенести из-за беременности актрисы. В сентябре 2014 года на свет появилась девочка, которой родители дали двойное имя Роуз Дороти. А в октябре того же года пара наконец обменялась клятвами и кольцами. После нескольких не слишком популярных проектов об актрисе вновь громко заговорили. Причиной стал выход на экраны ленты еще одна из Рота Болейн. Успешным оказались и проекты Железный Человек 2 и Мстители. Из последних работ Скарлетт Йоханссон следует отметить фильм «Да здравствует Цезарь» и «Книга джунглей», премьера которых состоялась в 2016 году. В первом фильме комедии «Да здравствует Цезарь» она снялась в блестящем тандеме с Джорджем Клуни и Джорджем Бролином. А в диснеевской экранизации известного романа артистка озвучила у Дава Ка. 2016 год ознаменовался для голливудской звезды выходом еще одного замечательного проекта – супергеройского боевика «Первый мститель. Противостояние». Здесь Скарлетт Йоханссон снялась со знаменитыми коллегами по цеху – Крисом Эвансом, Робертом Дауни-младшим и Полом Беттами. Она прекрасно вписалась в круг привычных зрителю «Мстителей». У голливудской актрисы есть собственная звезда на аллее звезд. Она появилась в мае 2012 года. А весной 2014-го Скарлетт Йоханссон получила премию французской киноакадемии «Сезарь» из рук самого Квентина Тарантино. Для тех людей, которые еще ни разу не слышали, как поет актриса Скарлетт Йоханссон, есть прекрасная возможность насладиться ее голосом. Певица создала группу «The Singles» и сразу же представила публике свой первый сингл под названием «Кэнди». По ее словам, эта песня очень попсовая и в то же время танцевальная в стиле 80-х годов. Напомню, что в качестве певицы Скарлетт Йоханссон дебютировала еще в 2008 году и в этом же году выпустила свой первый альбом. Второй альбом появился в 2009-м совместно с исполнителем Питом Йорном. Третий – «The Singles» – поклонники голливудской дивы услышали в 2015-м. Недавно стало известно, что Скарлетт Йоханссон уменьшила грудь, избавившись от силиконовых имплантантов. Сегодня эксперты и законодатели моды громко заговорили о пересмотре канонов красоты. Приветствуется естественность. Звезда решила быть в тренде и избавилась от лишней пары размеров, но при этом она остается сексапильной и обворожительной. Каждый новый образ, который выбирает кинодива, вызывает ажиотаж у поклонников. Рыжая, черная, блондинка, любой цвет волос и стрижка удивительно ей идут. Например, в фильме «Капитан Америка» Скарлетт Йоханссон увидели с прямыми рыжими волосами. В мелодраме «Престиж» она удивительно хорошо с белокурыми локонами, а для «Мстителей» звезда перекрасила волосы в темно-каштановый цвет и при этом все равно осталась красавицей. В сентябре 2017 года поклонники узнали о разводе Скарлетт и Ромена. Супруги без лишней шумихи приняли решение расстаться. Пресса узнала об этом только после оформления всех документов. Позже стало известно, что 32-летняя актриса состоит в новых отношениях. Ее званником стал 35-летний телеведущий и актер Колин Жост. По данным папарацци, пара много времени проводит вместе.